Здравствуйте! Ну вот, мы с вами снова вместе, здесь, у телеэкранов. Представьте, вы сейчас в зимний морозный день на лесной полянке. Мороз щиплет вас за щечки. У вас замерзли носик и ушки. Потрите их. Вам стало тепло и весело. Улыбнитесь. Передайте ваше тепло и радость окружающим. Я желаю вам сохранить это тепло и радость на протяжении всего урока. А начнем мы наш урок с загадки. Ушки чуткие торчком, Хвост взлохмаченный крючком, В дом чужого не пущу, Без хозяина грущу. Кто это? Как вы думаете? Догадались? Да, это собака. Ребята, собаки бывают разные, И помогают они людям тоже по-разному. Они выполняют самую разнообразную работу. Какие бывают собаки? Цирковые, пограничные, охотничьи, санитарные, Собаки-поводыри. Они помогают людям, которые не могут видеть. Сторожевые, пожарные собаки и другие. Тема нашего сегодняшнего урока Пожарные собаки. Сегодня на уроке мы с вами узнаем, как отвечать на вопрос с кем. Познакомимся с окончаниями слов при ответе на вопрос с кем. И вы узнаете еще об одной работе наших самых верных помощников. Ну, сегодня на уроке мы с вами познакомимся с такими словами, как Живой Гореть Пожар Живой означает такой, который живет. Гореть В печи горят дрова. При помощи огня отдают тепло. Так же можно сказать Горят щеки. Горят щеки. Им горячо. Пожар Это когда что-то горит. Например, Горят деревья, сухая трава, горит здание. Пожар 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 Человек, который тушит пожар. Радость Это чувство счастья, веселья. Вернемся к первому нашему вопросу. Как отвечать на вопрос с кем? А помогут нам слова выступать, охотиться, находиться, гулять, охранять. С кем? Когда мы отвечаем на вопрос с кем, то нужно отвечать так. Выступать с кем? С другом. Слово заканчивается на ум. Охотиться с кем? С беркутом. Находиться с кем? С товарищем. Гулять с кем? С тетей. Охранять с кем? С собакой. Ребята, обратите внимание, если слова мужского рода, то на конце появляются ОМИМИЕМ. ДРУГ С ДРУГОМ. БЕРКУТ С БЕРКУТОМ. А если слова женского рода, то мы добавляем окончание ОЙ или ЕЙ. С тетей, с собакой. Ребята, РЕБЯТА, ПОДБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПО СМЫСЛУ СЛОВА И ВСТАВТЕ ИХ. А ПОМОГУТ ВАМ ЛЕГКО ВЫПОЛНИТЬ ЭТО УПРАЖНЕНИЕ КАРТИНКИ-ПОДСКАЗКИ И СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК, КОТОРЫЕ ДАНЫ НИЖЕ. ЗНАКОМИТЬСЯ С КЕМ? У НАС КАРТИНКА-ПОДСКАЗКАЗКА ПОЯВИЛАСЬ. С ДЕВОЧКОЙ. ЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕВОЧКОЙ. ОТДЫХАТЬ С КЕМ? С СЕМЬЁЙ. ПИТЬ ЧАЙ С КЕМ? С ДЕДУШКОЙ. ВЫБЕЖАТЬ С КЕМ? С ДРУГОМ. ЕХАТЬ С КЕМ? С БАБУШКОЙ. ИГРАТЬ С КЕМ? С ПАПОЙ. ВЕРНУТЬСЯ С КЕМ? С СОБАКОЙ. МОЛОДЦЫ! Ну, а теперь давайте выполним упражнение. подберите подходящие по смыслу слова и правильно измените их. ВСТРЕТИТЬСЯ С КЕМ? И ВЫБИРАЕМ СЛОВО ИЗ СЛОВ ДЛЯ СПРАВОК. НАПРИМЕР, ВСТРЕТИТЬСЯ С ДРУГОМ. РЕБЯТА, ПОСМОТРИТЕ, КАК СДЕЛАЛА ЭТО ЗАДАНИЕ Я. КОНЕЧНО, ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ И ДРУГИЕ СЛОВА. ГЛАВНОЕ – ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛЬНО ОКОНЧАНИЕ. СОВЕТОВАТЬСЯ С КЕМ? С МАМОЙ. ЧИТАТЬ С КЕМ? С БРАТОМ. МЕЧТАТЬ С КЕМ? С ПОДРУГОЙ. БЕЖАТЬ С ЧЕМ? С КУКЛОЙ. РЕБЯТА, СКОЖИТЕ МНЕ, ПОЖАЛУСТА, КАКИХ СОБАК МЫ НАЗЫВАЕМ ПОЖАРНЫМИ? НЕТ, НЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ ТУШАТ ПОЖАР, А ТЕХ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ НАХОДИТЬ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. А ВЫ ЗНАЕТЕ, НАШИМ ВЕРНЫМ ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ ВОЗВЕДЕНЫ ПАМЯТНИКИ. НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ ВСЕГДА ГОТОВЫ НАМ ПОМОЧЬ. И ЧЕЛОВЕК СТАРАЕТСЯ ОТБЛАГОДАРИТЬ СВОИХ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ. НАПРИМЕР, СОБАКОМ ВОЕННЫМ В ГОРОДЕ НЬЮЙ-ЙОРКЕ ВОЗДВИГНУТ ПАМЯТНИК. ТАКЖЕ В ГОРОДЕ ПЕРМЬ СТОИТ ПАМЯТНИК СОБАКЕ-СПАСАТЕЛЮ. И В ПАРИЖЕ ЕСТЬ ПАМЯТНИК СОБАКЕ-СПАСАТЕЛЮ САНБЕРНАРУ. САНБЕРНАРЫ МНОГО ЛЕТ РАЗЫСКИВАЛИ И СПАСАЛИ ЛЮДЕЙ В СНЕЖНЫХ ГОРАХ. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ СПАСЛИ ЭТИ СОБАКЕ ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ СЛУЖБЫ. МНОГИЕ ИЗ НИХ СПАСЛИ ПО ТРИДЦАТЬ-ТРИДЦАТЬ-ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК. НО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЁС БАРИ. ОН СПАС СОРОК ЧЕЛОВЕК. О НЕМ ЗНАЛИ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ИТАЛИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ФРАНЦИИ. А СЕЙЧАС ПРИГОТОВЬТЕСЬ ПОСЛУШАТЬ РАССКАЗ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО «ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ». ОДИН РАЗ ЗАГОРЕЛСЯ ДОМ. КОГДА ПОЖАРНЫЕ ПОДЕХАЛИ К ДОМУ, К НИМ ВЫБЕЖАЛА ЖЕНЩИНА. ОНА ПЛАКАЛА И ГОВОРИЛА, ЧТО В ДОМЕ ОСТАЛАСЬ МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА. С ПОЖАРНЫМИ БЫЛА СОБАКА БОБ. БОБ ПОБЕЖАЛ ПО ЛЕСТНИЦЕ В ДОМ. ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ ОН ВЫБЕЖАЛ ИЗ ДОМА С ДЕВОЧКОЙ, КОТОРУЮ ДЕРЖАЛ ЗА РУБАШКУ. МАТЬ ПЛАКАЛА ОТ РАДОСТИ, ЧТО ДОЧЬ ЖЕВА. А БОБ СНОВА ПОБЕЖАЛ В ДОМ И СКОРО ВЫБЕЖАЛ. В ЗУБАХ ОН ЧТО-ТО НЕС. КОГДА НАРОД УВИДЕЛ, С ЧЕМ ВЫБЕЖАЛ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА БОБ, СЕ РАССМЕЯЛИСЬ, ОН БЕЖАЛ С БОЛЬШОЙ КУКЛОЙ. СКАЖИТЕ МНЕ, ПОЖАЛУСТА, РЕБЯТА, КТО ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ РАССКАЯТЬ? ПОЖАРНЫЕ СОБАКА, КОТОРАЯ СПАСЛА ДЕВОЧКУ. А ПОЧЕМУ РАССКАЗ НАЗВАН «ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ»? ПРАВИЛЬНО, ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗНАКОМИТ НАС С СОБАКАМИ, КОТОРЫЕ СЛУЖАТ В ПОЖАРНЫХ ЧАСТЯХ. И ПОМОГАЮТ СПАСАТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРОВ. СОБАКИ – ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ МОГУТ РАДИ ЛЮДЕЙ РИСКОВАТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. НО И МЫ ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ СВОИХ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ, ЗАБОТИТЬСЯ О НИХ. А ВЫ ЗНАЕТЕ, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ ВЫХОДЯТ ИЗ ОГНЯ, ПОЖАРНЫЕ ИХ ОСМАТРИВАЮТ. НЕТ ЛИ У СОБАК ОЖОГОВ И РАН? МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО СОБАКИ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕМ ВНИМАНИЕ И В ЗАЩИТЕ. А ТЕПЕЙ ВЫПОЛНИМ УПРАЖНЕНИЕ. ВСТАВТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛОВА ИЗ ТЕКСТА «ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ». ОНИ ДАНЫ НИЖЕ В СЛОВАХ ДЛЯ СПРАВАК. Например, «ПОЖАРНЫЕ ПРИЕХАЛИ...» И смотрим слова для справок. «ПОЖАРНЫЕ ПРИЕХАЛИ С СОБАКОЙ». А ДАЛЬШЕ ПОПРОБУЙТЕ САМИ. ПРОВЕРИМ. РЯДОМ С ДОМОМ СТОЯЛА ЖЕНЩИНА И ПЛАКАЛА. ПОКА ПОЖАРНЫЕ РАЗГОВАРИВАЛИ С МАМОЙ, БОБ ПОБЕЖАЛ В ДОМ. ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ ОН ВЫБЕЖАЛ ИЗ ДОМА С ДЕВОЧКОЙ. МАТЬ ПЛАКАЛА ОТ РАДОСТИ, ЧТО ДОЧЬ ЖИВА. А БОБ СНОВА ПОБЕЖАЛ В ДОМ И СКОРО ВЫБЕЖАЛ. В ЗУБАХ ОН ЧТО-ТО НЕС. КОГДА НАРОД УВИДЕЛ, С ЧЕМ ВЫБЕЖАЛ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА БОБ, ВСЕ РАССМЕЯЛИСЬ. ОН ВЫБЕЖАЛ КУКЛОЙ. А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ С ВАМИ РАССМОТРИМ РИСУНКИ К ТЕКСТУ ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ. С КЕМ НА НИХ БОБ? ЗДЕСЬ БОБ С ПОЖАРНЫМ. А ЗДЕСЬ БОБ С ДЕВОЧКОЙ. ЗДЕСЬ БОБ С ДЕВОЧКОЙ И ЕЁ МАМОЙ. Ну, А ЗДЕСЬ БОБ С КУКЛОЙ. А СЕЙЧАС ВСТАВТЕ ВМЕСТО ВОПРОСОВ ПОДХОДЯЩИЕ ПО СМЫСЛУ СЛОВА. ТО СПАС ДЕВОЧКУ? И ПЕРЕД ВАМИ ПОЯВИТСЯ КАРТИНКИ-ПОДСКАЗКИ. ПРАВИЛЬНО, СОБАКА БОБ СПАС ДЕВОЧКУ. С КЕМ БЫЛА СОБАКА БОБ? С ПОЖАРНЫМ БЫЛА СОБАКА БОБ. С КЕМ ВЫБЕЖАЛА СОБАКА ИЗ ДОМА? С ДЕВОЧКОЙ ВЫБЕЖАЛА СОБАКА ИЗ ДОМА. КТО ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА? СОБАКА – ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА. И НАПОСЛЕДОХ СОСТАВИМ СИНКВЕНЬ НА ТЕМУ СОБАКА. А МЫ СОВАМИ ПОМНИМ, ЧТО ТАКОЕ СИНКВЕНЬ И КАК ЕГО СОСТАВЛЯТЬ? СИНКВЕНЬ СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ СТРОЧЕК. ПЕРВАЯ СТРОКА – ЗАДАЁМ ВОПРОС «КТО?». НА ВТОРОЙ СТРОКЕ ЗАПИСЫВАЕМ СЛОВА, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС «КАКАЯ?». А В ТРЕТЬЕЙ СТРОЧКЕ НАМ НАДО ЗАПИСАТЬ ТРИ СЛОВА, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС «ЧТО ДЕЛАЛА?». ЧЕТВЕРТАЯ СТРОЧКА – ЭТО ЦЕЛОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. И ПЯТАЯ СТРОЧКА – ЭТО СИНОНИМ К ПЕРВОЙ СТРОЧКЕ. ПОДУМАЙТЕ. ИТАК, ЧТО У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ? У ВАС МОЖЕТ НЕМНОГО ПО-ДРУГОМУ ПОЛУЧИТСЯ. МОГУТ БЫТЬ НЕМНОГО ДРУГИЕ СЛОВА. КТО? СОБАКА. КАКАЯ? ДВА СЛОВА. СМЕЛОЯ? ПРЕДАННАЯ. ЧТО ДЕЛАЛА? БЕЖАЛА? ИСКАЛА? СПАСАЛА? И ЧЕТВЕРТАЯ СТРОЧКА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЧЕТВЕРТАЯ СТРОЧКА. ЭТО БЫЛ БОБ. ОН СПАС МАЛЕНЬКУЮ ДЕВОЧКУ. И, НАКОНЕЦ, ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКА – ЧТО ПРИХОДИТ МНЕ НА УМ ПРИ СЛОВЕ СОБАКА. ЧЕТВЕРТАЯ СТРОЧКА. КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТО ДРУГ. ЭТО НАШ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ. СЕГОДНЯ НА УРОКЕ МЫ СВАМИ УЗНАЛИ, КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС С КЕМ. ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ОКОНЧАНИЯМИ СЛОВ ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС С КЕМ. УЗНАЛИ ЕЩО ОБ ОДНОЙ РАБОТЕ НАШИХ САМЫХ ВЕРНЫХ ПОМОШНИКОВ. НА ЭТОМ НАШ УРОК ПОДОШЁЛ К КОНЦУ. ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! Продолжение следует...